МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В защиту русского языка, в отношении которого, цитата, предвзятые украинские власти принимают карательные меры, выступил с трибуны Совбеза ООН Василий Небензя. Там прошло заседание по закону о госязыке Украины, который, по утверждению постпреда РФ, попирает права русскоязычного населения и приведет к росту социальной напряженности. Принятие закона о языке было сугубо политическим решением, не учитывающим мнение населения Украины, текущую обстановку в стране и особенности многонационального украинского общества. Напомню, что сегодня вступают в силу основные положения документа, которые предусматривают жесточайшую принудительную украинизацию всех сторон жизни и постепенно вводят штрафы за неиспользование украинского языка. Небензя отметил, что вопрос о госязыке – дело международное, напомнив о праве жителей Донбасса на языковое самоопределение, закрепленном в Минских соглашениях. На что его украинский коллега парировал – это внутреннее дело Украины, с которым страна разберется сама. Сегодня, поднимая этот любопытный вопрос за четыре дня до парламентских выборов на Украине, Москва тем самым стремится оказать политическую поддержку пророссийским партиям. В то же время она пытается отвлечь внимание общественности от годовщины катастрофы 17 июля, когда российские военные сбили самолет, летевший рейсом MH17, а также от выполнения минских договоренностей. Головокружение от успехов у российских дипломатов закончилось ожидаемой головоломкой. Так бывает, когда людей в своей туповатой и агрессивной жадности не могут вовремя остановить. Корону на голове им поправляют лопатой. И прямо скажем, совершенно их не жалко. Потому что все неприятности, которые РФ получает на международной арене, заслужены и недостаточны. Итак, вчера собралось заседание Совбезобезопасности ООН. Самое смешное, что инициировала это заседание именно российская делегация со второй попытки для обсуждения и, естественно, осуждения закона про мову, который вступил в силу в Украине. Первый раз представители Кремля закатали истерику и требовали созвать СовбезООН по этому вопросу еще 20 мая, но были посланы в пешее эротическое путешествие большинством участников. Но не унимались, конючили. Рассказывали про невероятные страдания русскоязычной коровы Зорький и распятых мальчиков в трусиках в Славянске. Казалось бы, какое вообще вам дело до того, на каком языке разговаривают в другой стране? Как живут? Чего хотят? Есть своя большая, грязная, необустроенная, плохо заселенная страна, которая просто по демографическим процессам уже перестала быть христианской в большинстве, а скоро перестанет быть и русскоязычной. Работайте в своем огороде, стройте там что хотите. Но они упорно продолжают лезть и учить, как должна жить именно Украина. Вот и СовбезООН просто утомили своими требованиями собраться. Ну, собрались. Делегация РФ завела свою унылую пластинку по притеснениям русского языка в Украине. Но вместо поддержки встретила лопату на встречном курсе. В общем, по итогам вчерашнего заседания СовбезОБезООН, Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и Эстония выступили с общим заявлением. И вовсе не в поддержку русскоязычной коровы Зорьки и лошадки Лаврова. Страны призвали Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков. А еще вернуть украинские корабли и прекратить препятствовать свободному прохождению судов на Азовском море. Также члены СовбезООН потребовали от России прекратить раздувать конфликт на востоке Украины, начать выполнять Минские соглашения и прекратить финансировать и снабжать оружием террористов в Донбассе. В общем, получите и распишитесь. В наличии реальных преступлений Кремля, а не вымышленных проблем с русским языком в Украине, уже нет сомнений даже на уровне официальных документов СовбезО. Субтитры создавал DimaTorzok